Девушки отдыхают Девушки отдыхают В полицию о нетрезвом водителе сообщили жители Чебоксар Лада носилась возле роддома Врезалась в сугробы и распугивала пешеходов При появлении автоинспекторов Лихач попытался скрыться Все происходило на оживленных дорогах в вечерний час пик Водитель сворачивал с одной улицы на другую Подрезал машины и не замечал пешеходов Около автобусной остановки Нарушитель успел затормозить И едва не снес толпу людей После он снова набрал скорость На одном из поворотов Ладу вынесло на разделительную полосу Лихач чудом увернулся от столкновения Со встречным автомобилем Но в результате потерял управление Легковушку занесло Это снова едва не обернулось аварией Однако Лихач не сдавался На этот раз он свернул во дворы Где почти вписался в припаркованную машину Пока беглец разворачивался Полицейские попытались его задержать Лихач успел заблокировать двери И ускользнул прямо из рук полицейских Но успех длился недолго Автоинспекторы перекрыли проезд Злоумышленник оказался в ловушке Лихач все еще не терял надежды И побежал со всех ног Но всего через несколько метров Был схвачен Беглец оказался лицом в снегу А на его руках защелкнулись наручники Задержанному ничего не оставалось Как полностью признать вину Лишь по счастливой случайности От нетрезвого лихача никто не пострадал Его оштрафовали и лишили прав Садиться пьяным за руль Верный способ обрести серьезные проблемы Город Ишим Тюменская область Автомобиль движется по главной дороге Впереди на нерегулируемом перекрестке Девушка за рулем Лады Не уступает автобусу И на полном ходу таранит машину Ударом легковушка Опрокидывает шеститонный газик При этом из двери автобуса Выпадает пассажир И махина обрушивается сверху Виновницу аварии С тяжелыми травмами головы Медики увезли в больницу Пострадавшего мужчину Спасти не удалось Московская область Посреди улицы происходит Похищение человека Все начинается с того Что БМВ едва не сбивает Пешехода на зебре На эмоциях Молодой человек бросает В машину стакан кофе Реакция пассажиров легковушки Незамедлительна Они заталкивают Прохожего в багажник Ну поехали Они видели регистратор? Что, огонь? Это какой-то 13-13 По едва заметным улыбкам И спокойствию молодых людей Видно, что они в сговоре Возможно, это студенты театрального вуза Репетируют роль бандитов Но если такая ситуация Происходила бы реально Пешеходу не позавидуешь Мурманская область Легковушки едут Навстречу по двору Один водитель решает Уступить дорогу А второй Объезжает его Совершенно не обращая Внимания на сугробы Автомобиль наезжает на сугроб И переворачивается Водитель растерян и напуган К каскадерскому трюку Он оказался не готов И даже не пристегнулся Дурной Что он делает? Боже мой Придя в себя и вновь Приняв вертикальное положение Водитель выбирается из салона Теперь нужно перевернуть и автомобиль Но на скользком снегу Это не так-то просто сделать Четверо крепких мужчин Не сразу справляются А горе водителя Еще и едва не придавливает Видимо, обычных ситуаций Для него не существует Человек-катастрофа Остров Сахалин Снежная зима превратила Припаркованные во дворе автомобили В большие снежные сугробы В то время, когда автолюбители Пытаются лопатами откопать свои машины Владелец внедорожника Тойота Решает проблему кардинальным образом Мужчина решил попросту Протаранить преграду Он разгоняется задним ходом И врезается в снежную кучу С каждым ударом джип продвигается Все дальше и дальше Упорство мужчине не занимать Он надеется на мощь своего внедорожника И бьет в одну точку Усилия не проходят даром Тойота пробивает снежную преграду И задом выезжает из-за подни Упорство и труд Все перетрут Ижевск Задержанный молодой человек Подозрительно медленно ехал на машине При проверке документов выясняется Что он не совсем в адекватном состоянии Вот смотри Я записываю короче на диктофон Всю видеозапись вашу И потом мы будем просто дико орать Вот так вот ребята делаются Сильмы Задержанный устраивает В патрульном автомобиле дискотеку У полицейских появляется подозрение Что автолюбитель Употреблял наркотики Что называется Меня зовут Не скажу Я здесь Однако сам молодой человек Объясняет свое поведение тем Что уже несколько дней Пьет только кофе И энергетические напитки Я пил кофе Все Всю неделю Чисто кофе Потребляли Короче Да Прикинь Ага Кофе Что-то наркотическое Может быть Алкоголь наркотическое Кофе наркотическое Сигареты наркотическое Алкоголь наркотическое Так ты же Наркоман получается Запрещенный Алкоголь-то получается На каком месте Опа-ра О-о-о Вскоре Весельчак немного успокаивается Ему начинает нравиться Вид из заднего окна Патрульного автомобиля А-а-а Блин, ребят В натуре, блин Давайте вы уберете Свои головные уборы С места тут такого Потому что А вдруг я одену И уже все Пипец Как ты ее оденешь После меня Может у меня вши Полицейские сомневаются Что от кофе Бывают такие припадки Ну в натуре Отжигаю К счастью Балагур ехал медленно И не успел Ни в кого врезаться Далее в выпуске Четверо против одного Охранникам не понравился автомобиль И его водитель Под защитой высших сил Пешеход чудом не угодил под колеса Классика жанра Встречную машину Занесло в гололед А также вы увидите Другие реальные происшествия Избиение автолюбителя в Саратове Снял случайный очевидец До появления троих крепких мужчин Водитель повздорил с охранником Близлежащего двора После ссоры с владельцем иномарки Пенсионер позвал подмогу Соотношение сил было неравным И автовладельцу пришлось спасаться бегством Неизвестные нанесли вред Не только водителю Но и машине Один из мужчин Пытался сломать боковое зеркало И пнул по задней двери После случившегося пострадавший водитель Обратился к руководству охранного предприятия Где работал сторож На запрос автолюбителя Дирекция ЧОПа дала письменный ответ Причиной конфликта стало поведение Самого автовладельца Ни в каком избиении Наши сотрудники участия не принимали К счастью, очевидец смог снять лица нападавших Копию записи автор видео передал пострадавшему автовладельцу Возможно, кто-то из местных жителей узнал троих мужчин Раз уголовного суда им удалось избежать То хотя бы от общественного осуждения им не скрыться Оказывается, иногда просто проехать по двору Чревато проблемами Московская область Город Серпухов Водитель легковушки пытается проскочить перекресток Вслед за автобусом И не замечает встречного седана Машины сталкиваются От мощного удара Ладу разворачивает Из-под капота автомобиля поднимается дым К счастью, все участники аварии Остались живы И самостоятельно выбрались из машин Столкновения бы не произошло Если бы водитель Лады Убедился в безопасности маневра Белоруссия Водитель, не подозревая угрозы Идет к своей машине на парковке Внезапно рядом с ним проносится джип Ой! Блин! Капец! Сейчас он получит Автолюбитель едва не попадает Под колеса внедорожника Его возмущению нет предела Вместо того, чтобы извиниться Водитель джипа вступает в спор Сплошная безответственность Пермский край На трассе небольшой затор И водитель грузовика пытается затормозить Но на скользкой дороге Огромную машину начинает бросать Из стороны в сторону Неуправляемый грузовик сносит несколько машин Среди которых автомобиль полиции Инспекторы ДПС оформляли ДТП Из-за которого и возник затор К счастью, люди успевают спрятаться за отбойник Никто не пострадал Но из-за гололёда Эта авария может оказаться далеко не последней Водитель фуры, в которой установлен видеорегистратор Набирает на пустой загородной трассе Приличную скорость На небольших неровностях дороги Грузовик изрядно трясёт На скользкой трассе Резина теряет сцепление с дорогой Грузовик начинает бросать Из стороны в сторону Сначала всё довольно спокойно И водитель пытается удержать машину прямо Но она раскачивается всё сильнее Водитель не справляется с управлением И фура складывается так, что видно прицеп Затем длинномер вылетает в кювет и опрокидывается Даже на пустой дороге Нужно быть предельно внимательным Из леса на обочину трассы Выбегает лось Он мчится буквально под машину Водитель успевает снизить скорость Однако крупное животное испуганно И скачет по проезжей части перед автомобилем Внезапно лось поскальзывается По встречной полосе на него едут Две легковушки Водители резко тормозят Из-за неуклюжего зверя Идва не происходит авария И всё же животное не виновата Что в месте его обитания Проложили автомобильную дорогу В Санкт-Петербург Посреди проезжей части прыгает молодой человек Автолюбитель притормаживает и сигналит весельчаку Но тот продолжает радоваться Юноша не желает пропускать машину А наоборот останавливает водителя И грозит кулаком Оказывается он очень рад тому Что оказался в культурной столице Правда сам о правилах поведения на дороге забыл Орск, Оренбургская область Водитель автомобиля с регистратором Движется за Нивой Как вдруг со встречной полосы На них заносит Субару Водитель автомобиля с регистратором Благополучно уходит от столкновения И помогает пострадавшим вызвать скорую Автомобилист на Субару Зацепил снежную обочину Что и привело к заносу машины В финале выпуска Язык мой, враг мой Ломает руку! Нарушитель договорился до лишения прав Игра в салки Отлетевшая от грузовика колесо Догнала несколько машин Несостоявшийся угон Помощь необходима! Инспекторы с риском для жизни Задержали преступника А также автомобиль Который поехал без водителя Я во дворе шел, мне одели наручники А-а-а! А-а-а! Ломает руку! А-а-а! Ой! Врача давайте! Палец сломал! Врача давайте! Палец сломал! В Мурманске автоинспекторы Задержали шоумена-любителя Молодой человек катался на машине по двору И чуть ли не врезался в припаркованные машины Затем он пытался скрыться от полиции А когда его наконец остановили Притворился, будто он пешеход И задержан незаконно Я шел по двору Без понятия, чьи автомобили Документы при себе имеются какие-то? У меня при мне имеются мои документы Что я Евгений Валерьевич Евгений уверял полицейских Что за рулем его не было Даже пассажир, который ехал с задержанным Решил ему подыграть И отважился взять вину на себя Вы меня во дворе чуть не задавили А потом уже бросили машину Начали от меня убегать Покажите мне Это я вообще не задаю Это ваше мнение, я прекрасно видел родителя Факты не смущали задержанного Он продолжал выдумывать небылицы Не зная, что сказать еще Он обвинил полицейских в краже телефона Если человек говорит, что он был за рулем И вы мне говорите, что я вас чуть не задавил Извините, конечно Ну отдайте мой телефон, пожалуйста Это ваше мнение, оставьте его Евгения попросили предъявить документы на автомобиль Но тот ответил отказом Тогда полицейские попытались его досмотреть Реакция молодого человека Удивила окружающих Врача давайте! Ай, милиция, беспредел! Ай, палец болит! Автоинспекторы нашли у задержанного И права, и документы на машину Вскоре притворщик забыл Просломанный палец И снова продолжил куражиться Это не моя машина, я не знаю Вы что тут устроили, клоунаду? Однако представление устраивал скорее Евгений При досмотре автомобиля Он принялся за старое Чего не кричи? Скорую! Скорую хочу! Сердцу плохо! Чего ты меня? Куда собрались? За что ты меня держишь? Откровенный цирк надоел автоинспекторам И они усадили Евгения в патрульный автомобиль Чуть позже подъехала скорая помощь Врачи никаких травм у молодого человека не выявили Домой симулянт отправился уже без прав И с обязательством выплатить солидный штраф Красноярск Перед машинами завершают маневры Несколько автомобилей Затем светофор переключается Поток начинает движение Никто не ожидает неприятностей Неожиданно для всех На красный сигнал вылетают джигули Несмотря на все усилия затормозить Легковушка сносит два автомобиля Видимо, лихач не рассчитал Время остановки до светофора Киров Хозяин машины, в которой установлен регистратор Становится свидетелем необычного ДТП У проезжающего мимо грузовика Отрывается колесо и катится вперед Покрышка врезается в попутную машину И катится дальше Пассажиры легковушки выходят в недоумении Заметив поломку Шофер грузовика спешно подбирает потерянное колесо В данном случае можно сказать Мелочь, а неприятно Право на дорогу выезжает легковушка Внезапно движущийся впереди грузовичок Разворачивает от сильнейшего удара Жуткая ситуация В которой на спасительный маневр Не остается ни секунды Москва Жильцы пятиэтажки Словно саранча облепили Ладу восьмой модели Люди пытаются остановить машину Сперва даже может показаться Что между водителем и пешеходами Разразился скандал Однако за рулем никого нет Легковушка завелась сама по себе И толкает в бампер соседнюю машину Надо ее вперед сначала Вот это Да, потому что там колесо приперло за бот Сначала вперед, потом назад Нормально Чтобы спасти Hyundai от повреждений Обезумевшую восьмерку отталкивают назад И подкладывают под ее колеса камни Шум сигнализации разносится на весь двор А хозяина легковушки Все нет и нет Разговор с соседями У него будет не самый приятный Помощь необходима Где мы будем? Автоинспектор города Омска Едва не погиб на службе Лейтенант полиции Иван Моисеев Рискуя жизнью проехал На крыше автомобиля беглецов Более километра На одном из поворотов водителю светлой иномарки Удалось сбросить инспектора ДПС При падении мужчина чуть не попал под колеса Проезжавшего мимо грузовичка Не теряя ни секунды Автоинспекторы продолжили погоню Мощная иномарка быстро уходила в отрыв Полицейские по рации передали коллегам приметы И направление, в котором двигалась светлая Тойота На одном из съездов к дачным участкам Автоинспекторы заметили резко свернувшую в сторону иномарку Оставив машину, водители двое пассажиров Бросились в рассыпную кто куда Лейтенанту Моисееву удалось догнать И задержать одного из беглецов Им оказался 26-летний житель Омска Которого автоинспекторы еще до погони Остановили для проверки документов Полицейские обратили внимание на Волгу Буксировавшую на тросе УАЗ На внедорожнике были сняты номера Автоинспектор потребовал, чтобы водитель остановился Из УАЗа вышел мужчина И быстро ушел в сторону ночного магазина запчастей А шофер и пассажир Волги Пересели в салон полицейского автомобиля Ни у кого из них документов на машины не оказалось Сказали, что оставили в бардачке И сейчас принесут Но для вида поискав что-то в салоне Волги Двое мужчин бросились бежать Как оказалось, за углом их ждал Третий сообщник за рулем Тойоты Уже в отделе полиции выяснилось, что Волгу задержанные угнали Чтобы украсть чужой УАЗ Причем легковушка принадлежала родному дяде одного из подозреваемых А внедорожник приглянулся соседский Разработанная задержанными операция по приватизации двух машин Потерпела фиаско, как и попытка бегства Рассчитывать на прощение родственников и соседей горе угонщикам не стоило За содеянное всем троим грозило судебное разбирательство А вот автоинспектору, проявившему смелость и решительность при задержании подозреваемых Полагалось поощрение от руководства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова